Всем привет! Продолжаем снимать обзоры на напитки и спортивное питание. И вновь у нас рубрика «Энергетические напитки». Вновь у нас Black Energy Drink. Крутой энергетик такой, бренд знаменитый. Амбассадором его одним из возможных, я не знаю, может какие-то еще есть, является легендарный Майк Тайсон. Встречал уже эти энергетики несколько лет подряд, в протяжении разного времени. Особенно много пробовал в Москве. И 70% из них мне нравились. Цена была чуть выше средней, но они того стоили. И состав был, по-моему, хороший, и вкус был замечательный. И вот такой вот обнаружил я Black с тем же Майк Тайсоном. Американо кофе. Кус кофе Американо называется. А баночка 0.25. Купил ее в ленте за 90 рублей. Не дешево. Хотите посмотреть? Давайте посмотрим дизайн. Black Energy Drink. Американо кофе флэйвов. Арабика. Enjoy the best aroma и taste of кофе. Извиняйтесь, попробуйте лучший вкус и аромат кофе. Ну, интересно. Также есть нарисован Майк Тайсон с автографом золотистым. В фоне написано, что recommended by Майк Тайсон, что он рекомендует. Также здесь линейка кофеин, б-витаминный экстракт кофе. Экстракт кофе, по-черкнуло. Ну, как-то вот так. Что здесь есть? Какая информация. Напиток безалкогольный, энергетический, сильно газированный. Американо-кофе за вкусом кофе. Состав у нас входит. Вода, сахар, лимон, эксцитрат, цитраты, натрия, ароматизаторы. Красивый сахарный кольер 4. Кофеин. Витаминный премик стандартный. Экстракт кофе. И все. Подчеркну, здесь только кофеин и все. Больше энергокомпонентов здесь нет. Пастеризованный продукт. По калорийности 10,4 гг. углеводов сахара. 44 ккал. Ну, чуть ниже среднего калорийности. Ну, в общем-то стандартно. А произведено это все у нас в Польше. В Польше. В Катерине Польши. Как-то вот так. Ну что, это получается энергетик. Как бы кофейный напиток с кофеином и все. Давайте посмотрим. Слушайте, ну аромат приятный. Я хоть кофе не люблю, но в своих обзорах приходится пить и, знаете, я не плачу. Так, продолжаем дегустацию, ребята. Едем, кстати, в лес для другого обзора. Стандартный напиток кофе, стандартный вкус. Ничего особенного не чувствую. Пить можно. Но, опять же, 90 рублей, на мой взгляд, не стоит. А вот из дешевых, вспоминая последний со вкусом кофе, был напиток БАС. Он стоит около 40 рублей за банку. Он был ничуть не хуже. Причем 0,5 объем. А вот здесь, я считаю, конечно, цена завышена. 90 рублей он, ну, точно не стоит, однозначно. Однозначно. Вот. Стандартный вкус кофе. Не особо приятный. Сейчас еще подегустирую и дам оценку финальную. Итак, что могу сказать в завершении. Сладкая газирована с сахаром. Со вкусом кофе. Мне лично не понравилось. Сладкая. Ну, в общем, не очень, не очень. Я поставлю 2 балла из 5. Цена большая. Ничего особенного в составе нет. Вкус мне тоже не очень понравился. Поэтому я не рекомендую. А тем же, кто любит даже энергетический кофе, есть лучшие варианты и более дешевые. Неплохой, по-моему, у Торнадо. У базы неплохой. Ну, в общем, неудачный, не советую. А мы с вами увидимся в следующих обзорах. Молодой, следующий.